Здравствуйте! В эфире новости Карелии, в студии Татьяна Калиева и главные новости к этому часу. Решил помочь детям и подарить комбинезон новый. Вот так вот помочь всем остальным, чем могу. Желающих помочь стало в разы больше. В фонд «Доброе сердце» обращаются люди, готовые делиться не только деньгами, но и продуктами. Происходит регистрация всех пассажиров, прибывающих из соседних субъектов путем анкетирования. Что ожидает граждан, прибывающих в Петрозаводск из эпидемиологически неблагополучных регионов, узнала наша съемочная группа. Мы будем обещать ее одновременно и в ВКонтакте, и в Инстаграме, для того, чтобы всем было удобно смотреть. Ночи музеев в Петрозаводске быть. В этом году акция пройдет в новом формате. Продолжаем держать вас в курсе о ситуации с коронавирусом в регионе. За сутки число выздоровевших превысило число заболевших. По данным наутро 15 мая в Карелии выписали еще 13 человек, в том числе пожилую жительницу Сегежи, за жизнь которой долго боролись врачи. За сутки подтвердилось 8 новых случаев заражения COVID-19 в городе Сартовало и в Петрозаводске. Таким образом, всего на данный момент зафиксировано 202 положительных результата. При этом чистых территорий в Карелии стало больше, туда включили Кемский район. В Кеме был зарегистрирован один случай коронавирусной инфекции, но очаг распространения удалось купировать. Напомним, сейчас к чистым территориям относят Муйзерский, Каливальский, Суаярский, Беломорский, Пудожский, Лоуский, Медвежегорские районы, а также Костомухшский городской округ, поселки Пай и Ладва-Ветка в Прионежском районе. В понедельник, 18 мая, глава Карелии Артур Парфенчиков в режиме онлайн проведет круглый стол с участием представителей бизнеса. С предпринимателями обсудят, как в условиях пандемии организовать безопасную работу предприятий, в том числе тех, с которых ограничительные меры пока не сняты. Также планируют поговорить и о мерах поддержки карельского бизнеса. Трансляция начнется в 15.00. Ссылку на нее опубликуют на страницу руководителя региона в социальной сети ВКонтакте. Накануне вечером 14 мая в Петрозаводске загорелось общежитие на Кемска-4. Спасатели вывели из горящего здания 27 человек. Погибших и пострадавших нет. Сообщение о возгорании поступило в 20 часов 23 минуты. По словам очевидцев, огонь охватил две комнаты на пятом этаже и почти перекинулся на третью. Первые пожарные подразделения прибыли на место через 6 минут. Им удалось справиться с возгоранием в короткие сроки. Причины и виновные устанавливаются. Карельские медики начали получать федеральные и региональные выплаты. На эти цели из федерального бюджета Карелия получила 86 миллионов рублей. Около 500 специалистов уже ощутили значительную прибавку к зарплате. Деньги начисляют за период с 1 апреля текущего года, когда был зафиксирован первый случай коронавируса в республике. С теми, кто работает на передовой, встретилась наша съемочная группа. Основные силы сейчас сосредоточены в монопрофильном центре для лечения больных с COVID-19. Он открылся на базе госпиталя ветеранов 13 апреля. Здесь трудятся специалисты высокого уровня. По словам самих медиков, они обеспечены всем необходимым для работы. Поставки оборудования, медикаментов – это была на предварительном этапе очень серьезная организационная работа. Кроме того, что мы закупали оборудование для госпиталя, нам, разумеется, помогали коллеги из других медицинских организаций кадровыми вопросами, вопросами оборудования, вопросами лекарственного обеспечения. В принципе, никакой нужды ни в медикаментах, ни в оборудовании у нас практически на данный момент нет. Всё у нас имеется в достаточном количестве. С момента открытия центра медики перешли на особый режим работы. Часть коллектива больницы работает вахтовым методом, а некоторые специалисты находятся там круглосуточно с самого начала и по сей день. Это тяжело, но помогает поддержка людей, волонтёров и благотворительных организаций. С первого дня, когда мы здесь работаем, были благодарности и от просто волонтёров, от организаций, которые занимаются вопросами питания, и от детей, и просто человеческое внимание, нам всегда приятно, когда идёт благодарность за наш труд. В том числе публикуют уже и выписанные выздоровшие пациенты, благодарственные письма. И это, наверное, нам приятно вдвойне, потому что пациенты ушли от нас здоровыми. Финансовая помощь врачам, находящимся на передовой, как нельзя кстати. Команда ковид-центра стала одной из первых, кто получил выплаты по указу президента. Приятно удивились. Заработная плата в ковид-центре, конечно, значимо отличается от нашей обычной работы. Размеры федеральных выплат медикам варьируются от 7 до 80 тысяч рублей и определяются в процентах от среднемесячной зарплаты в республике, а также в зависимости от категории персонала, оказанной помощи и степени участия в её оказании. На все эти выплаты начисляются северные и районные коэффициенты. Кроме того, установлены выплаты региональные. По прогнозам Минздрава их получат 980 человек. Это не только медработники, непосредственно контактирующие с больными коронавирусной инфекцией, но и те, кто оказывает помощь гражданам из групп риска. Участковые терапевты, педиатры, иные врачи и средний медперсонал, привлечённый для предотвращения распространения инфекции. На эти выплаты в бюджете республики предусмотрено 43 миллиона рублей. Эдуард Тур, Юлия Степанова, Андрей Раев, Станислав Шведов. Новости Карелии. На железнодорожном вокзале Петрозаводска продолжают регистрировать граждан, прибывающих из эпидемиологически неплагополучных регионов. Сейчас в карельскую столицу из Москвы, Санкт-Петербурга и Мурманской области ежедневно прибывают десятки человек. В круглосуточном режиме представители муниципальных учреждений Петрозаводска совместно с волонтёрами, депутатами Петрсовета, органами исполнительной власти и сотрудниками РЖД информируют всех гостей о действующих в Карелии ограничениях, а также об ответственности за их нарушения. Волонтёры собирают у пассажиров анкеты, которые им предоставляют ещё в поезде. Происходит регистрация всех пассажиров, прибывающих из соседних субъектов путём анкетирования, где они ознакомливаются с перечнем документа, утверждённого главой нашей республики, и также даёт своё согласие о том, что он уведомлён, какие существуют меры наказания, как административной, так и уголовной ответственности. Данные, указанные в анкете, позволяют оперативно найти человека, прибывшего из другого субъекта Российской Федерации, в случае его заражения или заражения круголиц, контактировавшего с ним. Все анкеты передают на учёт дежурному пункту вокзала. А затем на регистрационный учёт горячей линии. Такая регистрация граждан будет проводиться до снятия ограничительных мер в республике. Напомним, все приезжие из неблагополучных регионов обязаны сообщать о прибытии из других субъектов Федерации на горячую линию Министерства здравоохранения Карелии по телефону. В Карелии выпустят сборник НОД с песнями о нашей республике. Администрация города проверит магазины на соблюдение масочного режима. А горячую воду в Петрозаводске в этом году отключат чуть позже. Об этом и не только. Коротко. Администрация Петрозаводска проверила 15 объектов торговли на соблюдение масочного режима. В рамках рейда выявлено одно нарушение действующих правил. Проверки в магазинах продолжатся. Сроки отключения горячей воды в Петрозаводске перенесут. Предварительно на 24 июня. Это на месяц позже, чем в прошлом году. В районе Ключевой и вовсе начнут отключать только в июле-августе. Региональное отделение Союза дизайнеров России объявило о начале конкурса Design Awards PTZ 2020. Проекты будут представлены на сайте выставки в рамках недели дизайна в Петрозаводске. Заявки принимаются до 22 мая. В республике выпустят сборник нот «100 песен о Карелии» в рамках проекта «Фины в культуре Карелии». В нем будут представлены произведения о городах и деревнях нашего края. Школьников от 7 до 18 лет приглашают поучаствовать в 8-м республиканском фотоконкурсе «Карелия. Отражение». В этом году проект приурочен к столетию республики. Заявки принимаются до 25 мая. Желающих помочь стало в разы больше. Такой отклик получил сюжет в нашем выпуске новостей о деятельности благотворительного фонда «Доброе сердце». Люди предлагают не только финансовую помощь, но и готовы поделиться с нуждающимися своими заготовками и вареньем. То есть всем, чем могут. Светлана Воробьева встретилась с благотворителями. Помочь тем, кто сейчас испытывает трудности, решили три сотрудницы одной из организаций в Петрозаводске. Информацию узнали из нашего сюжета. В СМИ увидела сюжет о фонде «Доброе сердце», о том, как фонд помогает нуждающимся в сегодняшних условиях людям. И мое сердце откликнулось на этот призыв. И мы своим маленьким коллективом решили оказать помощь тем, кто сегодня в этом нуждается. В фонде «Доброе сердце» девушки узнали, какая помощь требуется, и сами собрали продуктовые пакеты. Мы договорились, что на следующий день принесем продукты, купленные в магазине, и передадим Екатерине, которая является учредителем этого фонда, и которая потом передаст их нуждающимся людям. В качестве помощи некоторые горожане стали предлагать даже соленье и варенье. Такому отклику в фонде рады и благодарят своих помощников. После того, как вышел сюжет, стало обращаться гораздо больше людей. Все хотят помочь, помочь кто чем может, кто может деньгами, кто может какими-то вещами. Люди даже стали приносить свои домашние заготовки. В общем, каждый хочет сделать какой-то, хотя бы небольшой, но вклад в доброе дело и помочь хотя бы чем-то. Чем смог, решил помочь и житель Петрозаводска Павел. Он предприниматель, но его небольшой бизнес на паузе полтора месяца. И главный вопрос сегодня – когда можно снова начать работать и зарабатывать? Тем не менее, увидев в соцсетях призыв о помощи нуждающимся, остаться равнодушным мужчина не смог. Финансово невозможно сейчас, в трудной ситуации, как и многие. Но решил помочь детям и подарить комбинезон новый. Вот так вот помочь как-то всем остальным, чем могу. Одним комбинезон, другим детские книги, третьим прогулочную коляску. И всем продуктовые пакеты. Стоимость каждого от двух с половиной до трех тысяч рублей. В последнее время волонтеры благотворительного фонда «Доброе сердце» выезжают в поселок Челна почти каждый день. Посетили около 20 семей – многодетных, малообеспеченных, а также пенсионеров. У многих закончились деньги и продукты. Они потеряли работу. Такая помощь для них – спасение. Светлана Воробьева, Иван Пахомов, Алексей Миронов, Служба новостей. Ночи музеев в Петрозаводске быть. Ежегодная всероссийская акция пройдет в субботу 16 мая в новом формате. Чем удивят поклонников музейного искусства на самоизоляции, узнал Николай Нефедов. Обычно в ночь музеев именно здесь, на проспекте Карла Маркса, особенно шумно и многолюдно. Но в этом году все музеи закрыты из-за коронавируса. А те, что все-таки решили подготовить праздничную программу, будут принимать посетителей не в стенах музея, а на страничках соцсетей. Музей изобразительных искусств подготовил две программы. После полуночи зрителям покажут картины из фонда хранилищ. Некоторые из них появятся в онлайне впервые. А основное интерактивное мероприятие рассчитано скорее на детскую и семейную аудиторию. Зрителям предлагают попробовать себя в качестве сыщиков и принять участие в виртуальном детективе. Будет предложено искать улики, находить логические связки, включить все дедактические способности и поэтапно разгадать квест, разгадать тайну этого детектива, что же произошло в музее, почему там произошел переполох в этих залах и все поменялось. У Национального музея программа традиционно насыщенная и разнообразная. Помимо онлайн-мастер-классов и викторин, зрителям расскажут о круглой площади и устроят виртуальное путешествие в Каливальский район, чтобы познакомить с сосной Леонарота. Состоится и ночная лекция Михаила Гальденберга, без которой ночь музеев представить уже невозможно. Мы будем обещать ее одновременно и в ВКонтакте, и в Инстаграме, для того, чтобы всем было удобно смотреть. А что именно Михаил Гальденберга будет рассказывать? Абстрактно можно сказать, что это вся история Губантовского парка, ну а отдельные ее части пускай останутся приятным сюрпризом для зрителей. А музей-заповедник Кижи приглашают на онлайн-экскурсию. Сотрудники музея выйдут на связь прямо с острова. Обещают показать все и даже места, где туристы бывают крайне редко. Расскажут о тонкостях реставрации самого большого деревянного сооружения на планете, церкви Преображения Господня. Возможно, удастся полюбоваться и кирским закатом. Более подробную программу ночи можно найти на страницах музеев ВКонтакте. Николай Нефедов, Иван Пахомов, Служба новостей. Продолжаем рубрику «Вопрос о коронавирусе», которую наш телеканал ведет совместно с информагентством Республика. Сегодня мы рассмотрим новую актуальную тему вместе со специалистами Министерства социальной защиты Карелии. Стационарное учреждение социального обслуживания Карелии готовится перейти на закрытый круглосуточный режим работы, чтобы не допустить распространения коронавируса. Как в этом случае оплатят работу немедицинским сотрудникам домов-интернатов? Для сотрудников предусмотрена надбавка за особые условия труда и дополнительную нагрузку в размере 23 тысяч 100 рублей. Отбавка будет выплачиваться за смену продолжительностью 14 календарных дней. В учреждениях будут оборудованы места отдыха персонала в нерабочее время. Обеспечивать сотрудников питанием будут подрядные организации. Присылайте и вы свои вопросы в группы нашего телеканала или информагентства Республика ВКонтакте. Также вы можете отправить письмо на нашу электронную почту с пометкой «Вопрос о коронавирусе». На этом на сегодня все. С вами была Татьяна Калиева и команда «Служба новостей». До свидания. До свидания.